Друзья, всех приветствую сегодня в гостях у компании Амаркетс, человек с очень большим опытом в трейдинге, разработчик торговых советников и партнер компании Амаркетс Александр Факолин. Александр, приветствую вас. Большое спасибо, что смогли найти время, уделить его сегодня. Нам понимают, что таких людей, как вы, в принципе, времени не очень много. Ну, занятость, советники, в принципе, трейдинг – уж такое ремесло. Поэтому огромная вам дополнительная благодарность из своей стороны, не только со стороны компании Амаркетс. Артем, для Амаркетс у меня время есть всегда. Спасибо вам большое. Предлагаю тогда не терять время, перейти непосредственно к вопросам. И чтобы немного упростить сам факт нашего с вами сегодня диалога, если вы не против, можно перейти на трейдинг? Да, конечно. Александр, тоже вопрос, наверное, предсказуемый с моей стороны. Почему все-таки Амаркетс? Что побудило решающим аргументом в пользу выбора именно нас, как своего партнера на финансовых рынках? Артем, я сейчас то, что скажу, это будет правда. Чистое правило. Абсолютно. Это такая же правда, как то, что для меня абсолютная неожиданность была ваше обращение ко мне с инициативой Александра «Можно мы интервью запишем». Я не очень понимал в целом, о чем может быть это интервью со мной у такого замечательного ведущего брокера в этой сфере, как Амаркетс. Работает очень честно. И надо сказать, что мне очень приятно, когда от моих коллег-трейдеров я слышу какие-то совершенно не спровоксированные мной мысли о том, что «А вот ты знаешь, что это Амаркетс, это так и так, значит, это действительно…» Ну это же Амаркетс вообще. То есть очень положительные опции, мне очень это приятно. Отлично. Александр, я знаю то, что ты не из бизнеса, скажем, финансовых рынков, ты пришел в него с какой-то другой деятельности, то есть в этой индустрии, а раньше занимался чем-то другим. Не мог бы ты рассказать чем-то? Я по образованию юрист, к миру финансов не имел никакого отношения вообще. По окончанию юридического вуза и работы я окончил также магистратуру, увлекся научной деятельностью. Шесть лет я преподавал в ведущем юридическом вузе нашей республики, Казахстан, и за это время писал свою научную работу. Вот это все в общем-то в итоге завершилось тем, что я защитил степень кандидата юридических наук, ну или как у нас согласно баллонской системе теперь это будем называть PhD, доктор философии. И как бы вот это вот моя любовь к науке, она видимо меня в дальнейшем и сподвигла к тому, что мне показался очень интересным рынок, понять его, осмыслить, насколько это возможно. И как бы вот так я юридическую стыдию променял на финансовую. А когда это произошло? Давно? Ну, где-то, наверное, уже 5 нажатий. Ну, не так уж и давно, скажем. Потому что знаю очень многих трейдеров, которые в этом ремесле, в этой индустрии находятся десятки лет. Как ты думаешь, требуется ли трейдеру какое-то предварительное, особое, экономическое, может быть, образование, либо какие-нибудь курсы для того, чтобы в принципе стать успешным? Наверное, экономическое образование здесь не помешало бы. Но сказать, что из этого экономического образования вытекала бы успешность твоя в трейдинге, то как ты сможешь понять в трейдинге и как ты сможешь себя в трейдинге вести, наверное, я бы так не сказал. Хорошо. А обычный день трейдера? Вот для тебя как он проходит? Что для тебя трейдинг? Я для себя изначально определил, что мне в трейдинге будет интересен именно алгоритмический трейдинг. На сегодняшний день на рынке управляют торговыми счетами, то есть совершают операции торговые. Ну, я, наверное, не ошибусь, если сказать, что это больше, чем половина всего объема совершенных торговых операций, это торговые роботы. Это те или иные системы, которые разработаны на каких-то базирующих каких-то алгоритмах, на нейросетях и т.д. и т.д. Вот. И конкурировать с ними очень сложно. Вот. Поэтому проводить свое время за терминалом с утра и до вечера, это как бы тоже оказалось не мое. Вот. И поэтому для меня мой день в трейдинге, ну, это, скорее всего, анализ, это, скорее всего, разработка моих алгоритмов, это какие-то изыскания, это какие-то попытки что-то добавить, что-то улучшить. Вот. Ну, в целом, это такая работа интеллектуальная, скажем так. Ну, вот хотелось бы все равно понять, где вот, на каком этапе и почему произошел переломный момент, когда ты решил все-таки вот перейти к написанию торговых роботов и систем и уже не руководствоваться привычным способом анализа, как технический анализ и фундамент. Ну, скажем так. Однозначного ответа на этот вопрос нет. В действительности я соглашусь, что, наверное, в совокупности технический анализ плюс фундаментальный анализ – это наиболее сильная позиция для троги. И да, в наших советниках, когда мы стараемся принимать в расчет фундаментальные какие-то события, которые влияют на тот или иной инструмент, получая его золотильность, в общем, в это время советник лучше в рынке не находиться. С чем это связано? С тем, что вот если однозначно так сформулировать то, к чему я пришел, можно сказать, что это, наверное, всего лишь в одну фразу будет умещено. Рынок – это игра вероятности. То есть для меня в большей степени анализ технический является для написания торгового алгоритма, он является ближе, потому что он дает мне возможность, анализируя те следы, которые оставляет цена со временем, понимать или предполагать с какой-то высокой степенью вероятности дальнейшее направление движения рынка. Что же подтолкнуло меня к написанию алгоритмов и вообще перейти к тому, чтобы заниматься рынком посредством советников? Это, скорее всего, то, что советники дают возможность идти от эмоциональной составляющей торговли. То есть принимая и фундаментальный анализ со всеми его плюсами и минусами, и технический анализ, и в большей степени основываясь на техническом анализе, полностью исключив вопрос эмоциональной составляющей торговли, как и трейдера, появляется возможность объективно оценивать алгоритм торговый, то есть те или иные последователи, тех или иных действий в рынке, и понимать, насколько он успешен этот алгоритм, либо нуждается в каких-то доработках. Насколько тяжело взять и написать своего торгового робота? Что для этого необходимо? Достаточно ли знать просто, как устроен рынок, то есть понимать специфику движения, ценообразования активов, либо все-таки нужно освоить кучу таких нюансов, как язык программирования и т.д. и т.п. лучше? Ну, в действительности, наверное, было бы хорошо, если ты сам можешь программировать, было бы хорошо, если ты сам имеешь какое-то экономическое образование вдобавок к этому повсюду, и ты понимаешь в целом вот эту вот систему отношений экономических. Было бы хорошо, наверное, если бы у тебя было 24 часа в сутки свободного времени, чтобы ты посвящал их изучению рынка. Потому что самое важное и самое главное, наверное, это посмотреть, как рынок себя вел в ретроспективном аспекте, ну а здесь без многих-многих-многих часов анализа рынка, как он себя ввел, и, соответственно, как он может себя повести в будущем. А все-таки какая-то корреляция между этими планетами длина есть, я считаю. Вот, соответственно, без многих часов анализа, которые ты проводишь за терминалом, без этого не обойти. Но видите, как получается, быть трейдером и находиться вот в рамках алгоритмического трейдинга, это, в общем-то, очень интересная штука. Но программирование, ну если, например, ты не программируешь, то ты можешь обратиться к услугам хорошего программиста. Как, например, я и поступил. Я, как вы сейчас сказали, я юрист по образованию, программированию никогда не имел отношения, но мне эта тема очень интересна. И мой очень хороший мой близкий друг, Баньяр Санжанов, он программист, ну вот, можно сказать, большой группой этого самого, специалист высокого класса. И вот он очень здорово помогает мне в этом нашем общем деле. Я составляю алгоритмы, он перекладывает эти алгоритмы на код, мы тестируем, анализируем. Ну, в целом, как бы, как-то так. То есть, я думаю, что можно увлекаться и заниматься этим интереснейшим делом, и, по большому счету, можно даже команду собрать, единомышленников для достижения общего результата. Вообще у нас одно время именно так это все и обстояло. То есть, у нас была команда из четырех человек, несколько программистов, несколько трейдеров, экономистов. Ну и сообща, довольно успоко писали торговые советники, они неплохо зарабатывали. Но я еще раз скажу, что очень высокоэффективный рынок Форекс, он нам давал понимать, что на долгую дистанцию это работало не совсем хорошо. И поскольку мы всегда стремились совершенствовать свои торговые советники, мы в какой-то момент выходили с рынка, фиксировали какие-то прибыли, и, значит, совершенствовали советники и входили в рынок снова. Ну, то есть, это такой процесс, можно сказать, нескончаемый. То есть, всегда есть, что улучшить, всегда есть, что в торговом роботе дополнить, чем его. Можно сказать то, что я понял позицию, и, наверное, я с ней соглашусь с точки зрения того, что за советниками будущее, потому что исключение эмоциональной составляющей, это действительно очень большое дело. Но можно сказать то, что за советниками, в основу которых положится хороший алгоритм, работающая система, не только будущее, но вот и в них и заключается граль, который все ищут, граль, который помогает систематично принимать верные решения и, соответственно, зарабатывать. Артем, я бы не сказал, что советники — это граль. Граля, как такового, нет. Я убежден и повторюсь, рынок — это игра вероятности. И не будем забывать, конечно, что мы, по большому счету, домашние трейдеры, как я называю, в кавычках. Поэтому нашей возможности такой бы хороший алгоритм не был. У нас нет тех данных, у нас нет информации, которую могут располагать институциональные трейдеры. И у нас нет тех ресурсов, которыми институциональные трейдеры располагают. Поэтому, насколько я знаю, крупные банки второго уровня, если, допустим, принимают решение и приобретают таких торговых экспертов, советников на алгоритмах, на нейросетях, содержание самого такого советника будет стоить огромный день, ежемесячный. Ну, то есть это очень сложный, на самом деле, вопрос. И в рамках того, что делаем мы, в рамках того, что мы, как домашние трейдеры, имеем перед собой торговый терминал и тот функционал, те возможности, которые имеем, исходя из этих отправных точек, можно сказать, что, наверное, да, торговые алгоритмы посредством экспертов торговых, это, наверное, наилучий вариант причением своих задач каких-то. У тебя есть идеи, которые можно реализовать, которые запрограммировать. И вот, как сам сказал, что история повторяется регулярно и, находя те же самые информации в прошлом, может допустить, что они с определенной долей вероятности повторятся в будущем. И если вот накинуть на все это скелет советника, он может отработать себя по схеме, ну, прежних схем, скажем так, чуть-чуть за тавтологию, извиняюсь. Ну, в чистом виде. Если анализировать только технику и фундамент и не использовать математику, если не прибегать к каким-то, ну, назовем так, ухищрениям, наверное, это бы не работает. То есть, я к чему говорю? В целом, написать советник это довольно сложная работа. Почему? Потому что это переплетение очень многих составляющих. То есть, когда я говорю математику, это идет не просто о money management, есть еще, наверное, будет играть роль те математические возможные расчеты, формулы, которые можно применять к тем или иным графическим составляющим то же алгоритмам. Поэтому помните. Много времени ушло на подготовку, скажем так, первого ТЗ для разработчиков? О да. Первый ТЗ мы составляли очень долго. Еще дольше мы нашему программисту этот ТЗ пытались донести, потому что первый ТЗ он пишется, как правило, совсем неправильно. В будущем мы только начали понимать, что для программиста является ТЗ и что нужно написать, чтобы программист кто-то заплатил, кто-то реализовал написанок. Но в целом все посредством проб, ошибок. В общем, такой фернистый тут. Александр, вот у меня назрел вопрос, тоже возвращаясь к коммуникациям, тебя как идейного вдохновителя торговых систем и твоих разработчиков. Не было никогда соблазна все-таки попробовать освоить программирование на большем уровне. То есть возможно уже не обращаться к помощи разработчиков. То есть фактически у тебя рождаются идеи, идеи, они связаны с появлением торговых систем, эти системы будут приносить деньги, и ты делишься как бы этим. Знаешь, вот очень часто возникает такой диссонанс, что люди, которые обладают какой-то идеей, они не хотят чтобы эта идея выходила за рамки определенного круга и приносила деньги кому-то еще. У тебя не было такого конфликта, то есть не было жажды освоить программирование самому и вот полностью без поддержки бориться в этом самостоянии. Ну, на самом деле Артем, нет, не было. Не было, да? Скажу честно, я считаю, что наш программист Даниил он наверное один из лучших программистов в журе публики, то есть это специалист настолько высокого уровня, что ну, чтобы дорасти до высот таких пониманий программирования, да, вот тот же C++ там или Python и вообще все, что он на него делает, я наверное потратил бы очень много лет, много-много лет, я время ценю, поэтому для меня более рациональным было решение обратиться к специалисту, который знает свое дело и в действительности, когда мы начали с ним работать, он настолько владел материалом, что ну, вплоть до того, что дайте мне там шлюз, я могу подключиться к этому шлюзу, и вообще написать вам свой терминал, если вы позволяет, то изучение только вот с этим импочитить. Вот в таком формате. Где вот все эти идеи уже реализованные, написанные советники, скажем, они только в индивидуальном использовании находятся, либо ты в каком-то формате их предлагаешь всем заинтересованным? Нет, мы никогда не предлагали, значит, я одно время не строю, и вам аркиц это знают, это мой любимый брокер, значит, мы открыли, мне аркиц предлагал, значит, открыть счет, там, счет, но у нас такая сложилась система отношений, мы собрали, скажем, небольшой пул инвесторов, это были люди, которые желали инвестировать деньги в финансовые рынки, но мало осмыслили и понимали о том, как можно успешно торговать, значит, эти люди инвестировали средства в наших торговых советников, мы какое-то время работали в таком формате, то есть по большому счету я управлял торговыми счетами, в Амаркетс открывались эти торговые счета и посредством советников мы работали на торговые счета. Потом в какой-то момент времени мы перестали заниматься этим делом, поскольку увидели, что есть более интересные потенциалы развития программы, когда мы понимаем, что есть идеи, куда развиваться, мы приостанавливали торговлю и занимались дальше анализом, дописанием эксперта торгового. А факт того, что деньги лежат без работы, это было не очень интересно нашим инвесторам. В таком формате мы временно приостановили эти какие-то прибыли генерируют советники? Я ожидал этот вопрос. Относительно прибыли я скажу так. Если мы говорим о том, что вы желаете получить высокую доходность, если мы говорим относительно периода в один месяц, то ваши риски будут пропорционально высоки вашей высокой доходности. Вопрос пропорциональности здесь настолько очевиден. Если ваши риски мы регулируем и стараемся делать минимальными, соответственно и процент доходности ваш ежемесячный будет невысоким. по большому счету для меня трейдер это человек, который имеет управлять рисками. В действительности все всегда зависит от вашей жадности. Если принять во внимание, что вы можете получать 1-2-3 процента годовых, то есть эту сумму вы еще на 12 месяцев делаете, а здесь вы можете зайти в рынок и получить тот же самый 1-2-3 процента в месяц, то я считаю это замечательные условия. Замечательные условия действительно. Но есть алгоритмы, которые агрессивны. Они рассчитаны на то, что используя маржинальное отличие, используя возможности, которые предоставляют брокеры, маркеры, они очень агрессивно входят в рынок, они очень быстро раскачивают депозит, то есть они дают доходность 20-30-40-50 процентов месяц. Но очень высокий риск у данных алгоритмов. Как правило, это длится все недолго. Поэтому рецепт здесь прост. Если хотите играть в долгую, не гонитесь за высоким процентом прибыли здесь и сейчас, в этом месяце. Или наоборот. Александр, а есть возможность найти советники, непосредственно которые являются реализованы твоей идеей, в свободном доступе? Или нужно найти возможность связаться с тобой и уже непосредственно обсуждать напрямую? Нет, свободный доступ мы не выкладывали. Есть люди, которые в частном порядке, да, я передавал сперта, они устанавливали на GPS-серверах, включали, и я уже и забыл, честно говоря, про то, что такой советник изначально когда-то был, он делал вот эти вещи, но они мне звонят, говорят, смотри, как интересно, он тихонько-тихонько, по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы собираем, это здорово, что время идет, а депозит растет в городе, но продажа или предлагать на каких-то условиях, нет, мы, честно скажу, не занимались никогда. Хорошо, а если мы вернемся к вопросам адекватной доходности работы на финансовых рынках, я солидарен с тем, что консервативные настройки это ну мне даже 20% годовой кажется много. Практически это то, что может предложить фондовый рынок, 20-25% средняя доходность. Как ты думаешь, работая с советником с такой ожидаемой доходностью, какие можно закладывать риски, какая просадка может быть адекватной? наверное, надо говорить о том, что просадка в районе 15-20% допустима вполне, ничего страшного нет, просто в наших алгоритмах просадка вообще закладывается как один из элементов, которые торговые советники понимают, анализируют и принимают те или иные решения. в целом можно так это характеризовать. Это все очень взаимосвязно. В данный момент времени есть запущенные советники, которые на автопилоте стоят в терминале и ты время поглядываешь на них? Есть советник, который работает, но он в данный момент времени не на нашем GPS, то есть это тот советник, который мы перевали нашему знакомому, он его инструкторурует, смотрит за ним. Я, честно скажу, не наблюдаю за ним, то есть мы только по нашему общению я понимаю, что он, значит, работает, собирает баланс потихоньку. В настоящее время мы работаем над системой, которая, ну, скажем так, мы над ней очень долго работаем, очень сложный эксперт, там уже больше 6 тысяч строчек кода. Ничего себе, может, это и есть Грааль тот самый? Нет, это не Грааль, это не Грааль, это попытка просто описать все, что советник может и видеть в рынке. И это только его малая часть, я так полагаю, что там предстоит еще примерно, если не больше, от числа таких же строчек кода написать. ну, все равно, когда идет полноценная работа над детищем, можно сказать, твоим и ближайшего окружения разработчиков, и опять же, все-таки хочу сделать небольшую отсылку, есть те рабочие лошадки, которые уже запущены, советники, которые дают в том числе прибыль на дальнейшие разработки текущего, вот опять же, возьмем кавычки, скажем, края. Правильно я понимаю? Все-таки финансовые рынки это один из основных источников дохода. Верно? Ну, я бы не сказал, что это так, я бы слукавил, в действительности быть на финансовых рынках это здорово, но нужно понимать, что делать это основным источником дохода, но в целом, наверное, возможно только тогда, когда ты достиг того результата, ты пришел в той цель, которую ты перед собой поставил. Я в свое время был участником падения швейцарского франка, для меня это тоже и так. Так, как гром среди ясного неба, я просто в счет поставил отложенный ордер, и потом долго перезагружал терминал, не мог понять, почему там столько нулей прибавилось, и что-то истолик вообще. Вот, январь это был месяц, не 15-го, не 16-го, а сейчас. Да, мне очень хорошо не очень поправим на мою замечательную дочь, на мою замечательную сыночка, на мою прекрасную супругу. Семье я посвящаю большую часть времени. Вообще, я хотел бы сказать такую вещь, что рынок, он дает в каком-то смысле дает свободу. Он дает большую возможность общаться с семьей, он дает большие возможности не просто проводить время, а как-то предоставлять какие-то дополнительные возможности. Можно слетать на море, можно провести время в горы подняться, еще что-то, какие-то дальние поездки запланировать. На самом деле, это здорово. Вот, это, наверное, тоже еще одна из таких сторон, которая меня в свое время очень здорово пульстила, как мне очень симпатизировал путь трейдера, потому что я понимал, что путь трейдера приводит в полную финансовую независимость, что он может не равен. Наверное, каждый из нас это не скромно. На что нужно обратить внимание с вашей точки зрения тем, кто только встает на путь? Первое это много-много-много работать над собой. Потому что трейдинг, он не любит лентяев или людей, которые относятся к этому делу спустя рукава. Нужно быть предолюбимым человеком, чтобы заставлять себя находить в себе эти воли, заниматься анализом, постоянно быть, как это сейчас модно говорить, в теме. То есть нужно быть в курсе того, что происходит в рынке. И, наверное, второй момент, помимо такой самоотдачи высокой, второй момент это не торопиться, потому что опыт он приходит со временем. Очень многие из тех, кто только начинает заниматься рынком, фондовым, валютным, не имеют влечения товарных северных, они хотят все здесь и сейчас. Но, к сожалению, жизнь устроена так, что здесь и сейчас это возможно. Я еще раз повторюсь, рынок это игра и вероятность. На самом деле вполне возможно, что прямо здесь и прямо сейчас тебе повезло. Но, если ты рассчитываешь сделать это для себя своей профессией, ты рассчитываешь играть в долгу, как это называется, то, скорее всего, тебе будет предстоять такой путь пройти, предстоит пройти такой путь, значит, который занимает какое-то время. Становление. Как устанавливаем. Не нужно этого бояться, просто нужно упорно трудиться, идти к намеченным доставленным целям, работать над собой, и все у тебя будет замечательно. Александр, огромное вам спасибо за то, что нашли время, сегодня уделили его нам. У нас получилась очень интересная беседа, я думаю, что она будет полезной, информативной для тех, кто уже работает на финансовых рынках, только с ними познакомиться. Я еще раз повторюсь, что сегодня в гостях у компании Амаркетс был человек с очень большим багажом знаний, опытом, трейдер, семьянин, разработчик торговых систем и советников Александр Подкольн. Александр, всем спасибо, и с вашего позволения еще хотелось бы забросить небольшой посыл нашей аудитории, поскольку сегодня мы обсуждали тему советников, было бы неплохо, чтобы к данному видео, которое, если его просматривают, оно уже на нашем канале на ютубе, были бы комментарии о том, как инвесторы, трейдеры, да и в принципе аудитория относится к торговым советникам, какие считают перспективными, в чем видят будущее этого направления, что думают в целом от них, я думаю, что из этого может получиться продолжение этого видео, еще и очень хорошая дискуссия непосредственно в комментариях. И со своей стороны, Александр, хочу вас попросить, то есть, если у вас будет возможность, уже когда это видео появится на нашем канале, зайти, посмотреть и поддержать беседу, ответить на вопросы, которых будет очень много, я думаю, что и вам напрямую, ну и поделиться дополнительно, скажем, своим видением и дать, возможно, дополнительные советы на те вопросы, которые сегодня у нас просто по причине отсутствия большого количества времени мы не смогли освятить. Еще раз большое спасибо, Александр. Всего доброго. до свидания. Спасибо, до свидания.